здравствуйте ребята сегодня мы поговорим о том что такое популяция какими она обладает характеристиками и что такое стратегия выживания давайте представим что какой-то вид обитает нам определенной территории определенном ареале например возьмем растение крапива и заметим что крапива растет не повсеместно на каждом метре километре а собрана какими-то скоплениями с какими-то группами вот группы особей одного вида которые живут на территории над эти территории в течение нескольких поколений свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство называется популяцией для экологии очень важно вычислить характеристики этой популяции численность популяции это количество особей на определенной территории например как посчитать животных если они все время убегают например волки как вы думаете как экологи считают количество особей их численность здесь конечно приходит на помощь высокочувствительная аппаратура которая улавливает голоса волков когда волки начинают вы то аппаратура фиксирует их голоса и может с точностью посчитать сколько волков в данном стаде данной популяции плотность популяции говорит о том сколько конкретно особи на определенные участок определенный метр или километр или кубометр если это водная какая-то экосистема рождаемость под рождаемостью понимается количество особей которые родилось смертность понятно что это количество особей которые погибли умерли за определенный период времени ну и прирост высчитывается разность между рождаемостью и смертностью если прирост отрицательные то можно говорить о том что популяция находится на грани исчезновения и экологи конечно бьют тревогу по этому поводу темп роста имеется виду за какой-то определенный период времени за год или за месяц и смотрим сколько за этот период появилось новых особей возрастной состав то есть важные если популяции в основном старые особи то такая популяция обречена на вымирание конечно хорошо когда будет по возрасту средние и молодые особи половой состав это количество самок и самцов будет лучше если сама будет немножко побольше потому что самки они приносят потомство ухаживают за потомством и генофонд одна из важнейших характеристик это количество определенных генов фонде рецессивных аллелей или доминантных ну хочется сказать что вот эта вот работа экологов она очень большая серьезно и требует ни одного года наблюдений ну вот например как в нашей стране считают популяции телений для этого экологи выезжает неоднократно в год в определенное время с экспедициями на кораблях специальных и у них особая аппаратура и они считают издалека и плотность популяции и сколько самок и как они сколько родилось малышей и так далее потом составляют большие отчеты делают графики а если это мелкие животные например пауки или насекомые то к примеру вот выезжает экспедиция степь берется какой-то квадратный метр или больше километр и прямо ученые ходят и считают ловит потом конечно отпускают этих животных и делать свои характеристики и потом мы можем уже делать какой-то определенный вывод что же касается стратегия выживания то ученые обратили внимание что разные животные разные популяции по-разному реагируют на какие-то негативные факторы среды таким образом поделяется два типа стратегии выживания р-стратегия и к-стратегия р-стратегия характерна для более мелких организмов которые быстро плодятся у которых ранний срок созревания половой зрелости обычно такая стратегия наблюдается когда на особи этой этих популяций действует фактор каких-то очень серьезных негативных неприятностей каких-то климатических катаклизмов но благодаря тому что они мелкие быстро плодятся то в общем-то довольно быстро идет восстановление численности что же касается к стратегии то она характерна для особей более менее крупных которые имеют низкую продуктивность из-за того что они заботятся о своем потомстве и им нет необходимости плодиться в очень больших количествах и продолжительность жизни у них более длительное чем у мелких животных и в данном случае естественно отбор действует более менее плавно то есть нет вот таких каких-то перегибов и особи с определенными признаками качествами они выживают итак мы сегодня с вами на уроке выяснили что такое популяция и какими характеристиками она обладает чтобы составить полную картинку состояния популяции нам нужно выяснить перечисленные параметры занимаются этим ученые экологи а также существуют две стратегии выживания р-стратегия и к-стратегия более подробно об этих стратегиях вы узнаете в следующем году на этом я с вами прощаюсь желаю вам всего хорошего учитесь удовольствием подписывайтесь на наш канал всего доброго до свидания у